Всем привет! Здесь я хочу представить, как можно сделать снимок веб-камерой при входе в операционную систему Windows на ноутбуке или же стационарном компьютере. Такое решение рассмотрим на примере десятки. При этом одним из обязательных условий является, что драйвера на вебку должны быть установлены. Реализовывать я это буду с помощью штатной программы камера, запустить которую можно перейдя в пуск и начав сразу вводить ее название, кликаем по появившемуся значку. Собственно таким образом выглядит интерфейс приложения, причем его можно стартовать одной командой, а нажав F12 сделать снимок. Чтобы все это автоматизировать, с помощью AutoEat я написал небольшой скрипт, который в процессе своей работы блокирует мышь и клавиатуру, а также отключает звук. Для проверки написанного кода нажимаю F5, после чего он выполняется. Далее перейдем в этот компьютер, затем в папку изображения и открыв альбом видим сделанное фото. Таким образом выяснив, что скрипт работает скомпилируем его в виде экзе файла. Перейдя в окне программы AutoEat в пункт меню Tools и нажав Build. Собственно на рабочем столе у меня находится ярлык на данный файлик. На всякий случай проверяю его работоспособность и потом перейдя в папку со снимками видим очередное фото. Для автоматизации запуска скрипта, нажав на клавишу пуск, пишу планировщик заданий. Далее кликаю под образившемуся значку и захожу в библиотеку, где в правой части меню действия выбираю создать задачу. В появившемся окне ввожу ее имя, а чуть ниже активирую функцию выполнить с правами и скрытая задача для десятки. Перехожу на вкладку триггеры и нажимаю создать. В параметрах выбираю выполнение задачи при входе в систему. Подтверждаю изменения и перехожу на вкладку действия. Здесь снова кликаю создать и в данном поле нужно указать путь к экзешнику скрипта, который следует запустить. Для этого нажав обзор перехожу к его расположению. Дополнительно рекомендую прописать путь к рабочей папке. Сохранив настройки, в условиях следует снять галочки с указанных значений по питанию, если у вас ноутбук. На следующей вкладке параметры оставляю все как есть. Создав таким образом задачу, можно проверить ее работу путем нажатия выполнить. А зайдя снова в альбом камеры, видим еще одно изображение. Для того чтобы фотографии, находящиеся на компьютере, переместить в облако, воспользуюсь Яндекс диском. Программу от которого я уже инсталлировал. Затем на рабочем столе, перейдя в этот компьютер, кликаю правой клавишей мыши по текущему каталогу. Из контекстного меню выбираю свойства. В открывшемся окне перехожу на вкладку расположение, где нажав переместить, указываю путь к папке Яндекс диска. Выбрав и применив изменения, далее подтверждаю перемещение. Теперь кликаю по значку диска и здесь в указанном каталоге можем наблюдать сделанные снимки, которые при попадании сюда синхронизируются с облачным хранилищем. Проведя ряд представленных настроек, проверим как это реализуется вживую. Перезагрузив компьютер и немного подождав, в ходе запуска системы видим работу скрипта, а на камере загорание индикатора. По кончании, открываю Яндекс диск и перейдя в данную папку видим сделанное фото. На этом у меня все, желаю всем удачи и спасибо за внимание.